всем привет сегодня покажу как я делаю такую вышивку вышивка это по петлям по вязаному полотну тоже готовый результат так это выглядит с изнанки так что мы будем делать я вышивала нитками мулине нитки я брала в два слоя для того чтобы закрывать петельки и чтобы толщина вышивальных ниток была такой же толщины как и пряжа который вы вяжете ниточку и максимально сейчас вы видите расправляю потому что нити идут скрученные нам это скрученность ни к чему нам нужно не сделать как можно пышнее поэтому максимально постарайтесь и выпрямить раскрутить когда ниточка нужной длины максимально раскручена вот я показываю петельку с которой начну вышивать беру близлежащую ниточку за которую я буду цеплять делать начало вышивки посмотрите как я это делаю такой способ позволяет избежать ненужных узлов ненужных уплотнений на изнаночной стороне изнанка так таким образом изнанка будет гораздо аккуратнее никогда я протянула ниточку только потом я уже вставляю иглу и так что то не сразу все получается вот проделим и ниточку в иголочку закрепили все аккуратненько и теперь будем делать нашу петельку красивая нитку еще раз я выпрямляю распрямляю раскручиваю правильно сказать так смотрим на рисунок на мою розу шикарную нашла петельки которыми сейчас нужны клеточки мои посмотрите как я сейчас буду это делать ввожу петельку ниточку обязательно расправляю потому что она где-то может скручиваться скручиваться становиться следовательно тоньше нам это ни к чему нам надо чтобы ниточка была пышной и возвращая иголочку в ту же точку тоже дырочку откуда начинала снова выбрала петелька который к петельку которая не нужна вот в этот раз я обвожу ее с левой стороны первую петлю справа взяла сейчас слева лучше конечно делать с одной и той же стороны поправляю все время поправляю потому что где-то нить снова может скрутиться и вновь возвращаю иголочку туда же откуда начинала и расправляем так но в одна более контрастной нити сейчас еще покажу разочек ведь она снова скрутилась расправляем подтягиваем и возвращаем даже откуда начинали снова там по рисунку по моему несколько петелек в одном ряду надо сделать проверяем следим по рисунку на вот на и петельки продолжаем вышивать постоянно распрямляя поправляя ниточку хорошо 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 Продолжение следует... Вот такая красота получается. Видите, двойная нить превратилась даже как в тонкую ленту. Максимально ее широкой пытаюсь сделать. Ну, конечно же, покажу, как эту ниточку закрепить с изнаночной стороны. Вот такая у нас изнанка получается. Ну, здесь совершенно в любом направлении, аккуратненько в близлежащие петельки зашиваем наш хвостик. Закручиваем его, зашиваем. И все лишнее обрезаем. Ну, такой аккуратный хвостик. Ну, такая аккуратная изнаночка получается. Ну, эта роза уже готова. Все это под тепловой обработкой обработается и будет очень красиво. Продолжение следует...